Приветствую, с вами Павел Кользов, я говорю с вами из Рима, от древнегреческого Колизея и сегодня в очередной раз хочу поговорить с вами о ваших целях, о том, к чему имеет смысл стремиться и почему вы на самом деле не достигаете того, чего вроде бы хотите но для начала давайте посмотрим на это величественное сооружение оно вмещало в себя 50 тысяч человек и было настолько продумано, настолько простроено что в случае каких-то землетрясений и прочего, эти 50 тысяч человек могли покинуть территорию Колизея всего за 5 минут так вот, как вы думаете, вот такое вот здоровенное здание кто мог построить? такое здоровенное здание мог построить только человек с большим размахом мыслей с умением широко смотреть на мир и с умением желать многого к чему я все это говорю? к тому, что люди делятся на две большие группы первое, это люди активные, с активной жизнью позиции второе, это пассивные это не значит, что они хуже, это значит, что у них интерес в другом люди активные, они обычно ориентированы на реализацию себя в социуме зарабатывание денег, создание компании, изменение мер к лучшему создание каких-то новых направлений и все прочее люди же пассивного типа, они ориентированы скорее на себя, на отношения, на семью на то, что будет подходить внутри семьи и все эти вот огромные там социальные какие-то проекты, реализации каких-то вот таких огромных вещей, типа как вот колизей, их обычно парят мало и весь вопрос в том, что вы хорошо понимали, а к какому типу вы относитесь потому что, когда человек активного типа, он начинает пытаться, если как пассивный, сидеть дома это тушите свет, гасите музыку, потому что он начинает носить мозг всем домашним и домашним понимают, что лучше бы его поскорее отправить куда-нибудь там вот на работу, в социум, в бизнес, чтобы он или она наконец-то начали реализовать себя там и с другой стороны, если люди пассивного типа, начинают пытаться заставлять себя да, я создам бизнес, да, я заработаю бабла, да, нужно там какие-то большие проекты социальные их обычно это очень во мражи, даже если они зарабатывают деньги это обычно приводит к тому, что у них включаются психосоматические болезни к тому, что они теряют смысл жизни, потому что для них важно в жизни другое к чему это говорю? к тому, что чем лучше вы понимаете свой психотип чем лучше вы понимаете свои сильные, слабые стороны тем проще и легче вам, во-первых, подобрать занятия для жизни типа там, работа, бизнес, карьера, назовите, как хотите во-вторых, вы лучше понимаете, а как вам простраивать отношения потому что для людей с активным типом, психотипом отношения это всегда будет дополнение к их достижениям в социуме а для людей с пассивным психотипом их отношение-то будет вообще самое главное а отношения в социуме для людей с пассивной жизненной позицией становится гораздо менее важным так вот, к чему я это говорю? к тому, что очень часто люди с пассивной жизненной позицией пытаются себя изнасиловать, заставить, ориентируются на что-то люди с активной жизненной позицией, как раз они там, сила воли, большие цели прописывать огромные мечты, упорно к ним двигаться и это правда, но это правда только для одной половины человечества для тех, которые с активной жизненной позицией для тех, которые с пассивной, они ищут счастье в другом поэтому подумайте, пожалуйста, а в чем на самом деле ваше счастье и то, чем вы занимаетесь сейчас в работе, в личных отношениях а приносит ли оно вам то удовольствие, то драйв, то наслаждение, которое вы на самом деле хотите или для вас скорее какое-то замещение или сублимация того истинного желания тех истинных целей, которые вы на самом деле хотите ну что ж, я надеюсь, это видео казалось для вас полезно подумайте опять же еще разок, что для вас важнее потому что я вот для себя четко знаю для меня на первом месте стоит работа работа, бизнес, карьера, самореализация потому что я отношусь к активному психотипу мне важно действовать социально то есть отношения для меня тоже важны но они лично для меня всегда будут на втором месте и когда вот такую вот иерархию простраиваешь становится сильно проще принимать решения про бизнес, про отношения, про то, куда развиваться и жизнь становится проще так что, если вас эта информация заинтересовала пожалуйста, жмите на ссылочку под этим видео и до следующих встреч с вами из Рима от Древнеримского Колизея Павел Колесов счастливо! Знание своего психотипа очень сильно упрощает жизнь до следующих встреч! Продолжение следует...